Покер Фестиваль Покер Фестиваль Покер Фестиваль Покер Фестиваль Покер Фестиваль Покер Фестиваль Начал ездить на серии буквально полтора года назад. И у меня так получалось, складывалось, в Украине я много чего выиграл. И потом раз-раз-раз, типа, и все, вот браслет у меня золотой, и все. Где сейчас этот браслет? Дома лежит у меня на полочке. У меня там все, и кубки и по шахматам, и по покеру. Неужели не хочется приехать на покерную серию с браслетом? Куда еще, как не сюда его? Я видел, как люди выкладывают кольца свои за столом, как бы там. Я считаю, это такое, ну, жлобство немножко. Ну, может, у тебя просто еще нет столько колец, может быть, кольца? Да, 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 может, я просто завидую, согласен. Скажи, как ты учился покеру? Сам, не брал ни одной тренировки. Не, есть ребята, с которыми я общаюсь, и пытаюсь у них какие-то знания перенять. Но это, ну, не более того, как бы просто комьюнити, ну, как бы наши, с которыми я общаюсь, и все. Ни тренировок, ничего. И ты впервые прилетаешь с Кузиной в Сочи, вот сейчас на эту серию, правильно? Это твой первый раз? Да, 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 первый раз тут. Вот смотри, мы считаем, что все мы одна большая тусовка. Как бы граждане мира, мы не делим там русские, украинцы. Но я знаю, что многие украинские игроки, они не хотят приезжать в Россию, потому что боятся, что будут какие-то сложности. Хотя у нас половина сотрудников украинцев, ну, реально, мы все вместе тусим, у нас нет разграничения. И вот ты впервые, допустим, ты играешь два года уже активно в покер, но впервые приезжаешь в Кузино в Сочи. Какими-нибудь сложностями, трудностями ты столкнулся? Нет, вообще никаких. Ну, прошел как бы как, как будто я ехал в Беларусь, в Минск просто, то же самое. Ну, все нормально. Поэтому приезжайте, украинские игроки, все, не волнуйтесь, все нормально. А ты через Москву летел или как? Нет, Киев, Минск, Минск, Сочи. Вот так вот. Ну ладно, давай, приехал впервые в Кузино в Сочи. И насколько я знаю, впервые ты играешь в джинсах. Да, я всегда играю в спортивном костюме. Но я не понимаю, это же неудобно играть в джинсах, как бы. У меня очень много спортивных костюмов, я их постоянно как бы меняю. У меня есть свои костюмы, в которых я постоянно что-то выигрываю. И только в них почему-то. И я их одеваю на финальные стилы постоянно. И тут как бы я не знаю, как я буду. Может, поэтому я сейчас ничего, ну, как бы. Может быть, а тебе прям развернули, ты уже пришел в спортивном костюме сюда? Да, я пришел, мне сказали, как бы нельзя, я пошел, обратно переоделся и вернулся. Хорошо, хочешь, джинсы были, то пришлось бы в Глорию джинсы. Это единственные джинсы, которые я взял с собой. Так, мне сказали, что с тобой нужно говорить о, ты не поверишь, модной обуви. А, ну как? Расскажи, что за история с обувью. У тебя классные ботики. Да, выиграл я, получается, браслет и решил сделать себе кроссовочки. У меня есть друзья, худ феймус. Они занимаются, ну, вот, как на обуви они делают разукрасочки. Я просто подошел, сказал, как бы, там, мне, там, 7-2, у меня тут карта 7-2 еще нарисована. Твоя счастливая рука? В пику. Ну, я люблю ее просто. Я когда начинал играть, как бы, просто у меня с ней много связано. И просто попросил, как бы, что нарисовать, они мне все сделали, как бы. И еще буду заказывать себе черные такие же, там уже будут другие рисунки. И последний мой обожаемый вопрос. Как ты отмечал дома свою победу? Собрал, ну, семью я особо не отмечал, на самом деле. А, ну, с друзьями собрал, пошел в клуб, там, погулял, как бы, про подробности не буду, но, хорошо, в принципе. Классно отдохнул. Да, 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 да. Как сейчас у тебя складывается турнир Гран-при? Все идеально. Сделал 9 входов, получается. Вот сейчас пойду за 10-м уже. Пока еще не добрался выше, там, не помню, там, уровня 13-го, наверное. Слушай, ну, мы тебе очень, очень тебе благодарны. Это и за костюм. Мы тебе благодарны, потому что мы сейчас 600 человек примерно не добираем, но такими темпами мы, может, уже... Ну, да, 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 я постараюсь все сделать, да. Ренат, мы желаем тебе удачи. Давай, со следующего входа топи, проходи в день-два и будем следить за твоими успехами. Спасибо.